Всем привет, меня зовут Елена, вы на канале за мечтой, дайвинг и путешествия. Обычно, когда разговор заходит о дайвинге и погружениях в морские глубины, все в первую очередь вспоминают о самых знаменитых хищниках морей, акулах. Некоторые ими восторгаются, но подавляющее большинство боится. О них человечество наплодило множество мифов и разнообразных страшилок. И по сравнению с ними, на второй план, к сожалению, отходят не менее удивительные, а возможно даже более интересные и грациозные морские создания. Это ближайшие родственники акул – скаты. Эти животные также часто становятся объектом восхищения у любителей дайвинга, и также многие их незаслуженно боятся. В этом видео мы разберем, кто такие скаты, какие виды можно встретить в подводном мире, и самое главное, безопасны ли они для человека. Смотрите до конца, будет интересно! Скаты принадлежат классу хрящевых рыб. Они отличаются плоскими телами тем, что и грудные плавники полностью срослись с головой. Еще скаты обычно имеют длинный хвост. В итоге эта необычная форма тела делает их легко узнаваемыми среди других обитателей океана. На нижней, обычно светлой стороне тела размещены рот, ноздри и пять пар жаб. Окраска верхней части тела скатов зависит от их среды обитания и может изменяться от светло-песочного до темно-черного цвета. На верхней стороне тела расположены глаза и отверстия, предназначенные для поступления воды, которые используются для дыхания. Эти отверстия называются брызгальцами. Размеры скатов могут колебаться от нескольких сантиметров до 6-7 метров в длину. Одним из наиболее огромных представителей является океаническая манта, которая известна своими внушительным размером и размахом плавников. Скаты из семейства орликовых, например, могут достигать размаха плавников до 2,5 метров и длины до 5 метров. Скаты из семейства хвостоколовых тоже могут достигать ширины до 2 метров и длины до 5 метров. Скаты обитают в различных частях мирового океана, от тропических до достаточно прохладных вод. Они предпочитают жить на дне морей и океанов, где могут скрываться от хищников и подкарауливать свою добычу. Некоторые виды скатов могут встречаться даже и в пресных водоемах, но которые обязательно соединяются с морем. Чем же питаются скаты? Питание их разнообразное и зависит от вида и места обитания. В основном они питаются моллюсками, ракообразными и рыбой. Скаты используют свои плоские тела, чтобы зарываться в песок и поджидать добычу, а затем стремительно атакуют ее. У некоторых видов скатов есть электрические органы, которые они используют для того, чтобы парализовать добычу или защиту от хищников. У скатов тоже есть мальчики и девочки. Большинство видов скатов являются яйца живородящими, то есть яйца развиваются внутри тела самки, а она рождает живых детенышей. Поэтому иногда можно увидеть милую картину, например, маму ската с одним или двумя детенышами. Ну и наконец мы подошли к самому интересному. Опасны ли скаты для человека? В большинстве случаев скаты не представляют угрозы для человека. Они тихие, достаточно миролюбивые животные. Нападают только в случае ощущения угрозы или испуга. Однако некоторые виды скатов могут быть потенциально опасны из-за наличия электрических органов или острых шипов. В скатах хвостокола на хвосте есть острый шип, которым он может нанести глубокие раны. Но в большинстве случаев скат предпочтет прямой конфронтации и просто сбежать. Многие боятся, что если скат зарылся в песок на мелководье, то на него можно наступить и получить удар шипом. Но на самом деле в 99% случаев скат почувствует ваше приближение заранее и просто отплывет подальше. Большинство скатов чувствуют себя вполне комфортно в компании пловцов или дайверов, если последние не ведут себя слишком вызывающе. Но тут вы спросите, как же знаменитый случай нападения ската на охотника на крокодилов Стива Ирвина, который привел его к трагической гибели в 2006 году. Стив Ирвин был известен своими фильмами о дикой природе и диких животных. И в этом случае он снимал документальный фильм с подводными съемками вблизи большого барьерного рифа. 4 сентября 2006 года Стив и еще один оператор находились в воде, снимая крупного короткохвостого ската, который относится к семейству скатов-хвостоколов. Когда внезапно скат нанес Ирвингу удар, который по трагическому сничению обстоятельств попал прямо в сердце и вызвал обильное кровотечение. Инцидент был запечатлен на видео, которое никогда не публиковалось в сети. Полиция пришла к выводу, что Стив не делал со скатом ничего экстремального, что можно было наблюдать в его предыдущих передачах, где он практически обнимался с крокодилами. Но исходя из видео и показаний второго оператора, специалисты пришли к выводу, что скат, естественно, почувствовал угрозу, но не только. Дело в том, что Стив и оператор были к скату достаточно близко, при этом один перегораживал ему дорогу, снимая его спереди, а второй находился над скатом, на поверхности. Получается, что скат почувствовал себя зажатым в угол и вместо того, чтобы уплыть, принял решение защищаться и атаковал. При этом, если бы он попал по любой другой части тела, трагического исхода можно было бы избежать. Получается, чтобы избежать неприятностей при встрече со скатами, важно соблюдать осторожность и не беспокоить их в их естественной среде обитания. Рекомендуется держаться на безопасном расстоянии и не пытаться трогать или дразнить скатов, а также не перекрывать им пути к отступлению, если вы ныряете в группе. Ну а теперь давайте поближе рассмотрим те виды скатов, которые мне встречались чаще всего за мою дайверскую карьеру. Начнем с Тейниура лимма. Это один из самых ярких и красивых скатов. По-русски его обычно называют скат-квостокол или голубой пятнистый скат. Он обитает в тропических водах Индийского и Тихого океанов, предпочитая коралловые рифы и мелководные лагуны. Самый распространенный скат на острове Катао в Таиланде. Его тело украшено синими пятнами, что делает его похожим на живописную картину. Основная краска может варьироваться от светлой, почти желтой, как на Катао, до темной серой, как, например, на Бали. На хвосте у этого ската есть шип, который он использует в целях самообороны. Как и другие скаты, Тейниура лимма питается в основном моллюсками, ракообразными и мелкой рыбой. Дальше идет, конечно же, манта. Это самый крупный представитель семейства скатов. Манты могут достигать до 7 метров в размахе плавников, и их часто называют птицами моря из-за их грациозных движений в воде. Они абсолютно безопасны для человека. Мантам не нужно защищаться с помощью ядовитых шипов, и они часто подходят к дайверам из любопытства. Эти скаты считаются одними из самых дружелюбных морских существ. Встретить мант можно либо на станциях очистки, куда они приплывают принять СПА-процедуры от рыбчистильщиков, которые помогают им удалять с поверхности тела нежелательные вещества, включая паразитов, водоросли и мертвые клетки кожи. Либо на шведском столе, чаще всего в лагунах между островами, куда они приплывают полакомиться планктоном, который составляет основу их рациона. Одно из самых популярных мест для встречи с мантами – это, конечно же, Мальдивы, где их можно встретить и на дайвинге, и просто плавая с маской и трубкой. Скаты-орлики – еще одни морские птицы, даже по названию. Этот скат имеет характерную форму, напоминающую орлиные крылья, от чего и получил свое имя. Как и манты, они часто передвигаются стаями, и увидеть стаю орликов в полете под водой – невообразимо захватывающее зрелище, с которым по грациозности могут сравниться только стаи мант. Еще один вид ската-хвостокола – по-английски «Bloched Fun Tail Ray» или «пятнистый хвостокол». Достаточно крупный, максимально зарегистрированная ширина диска составляет 1,8 метра и сурово выглядящий скат с Мальдив. На дайвинге достаточно часто можно увидеть, как он ищет себе добычу в песке, совершая довольно агрессивные движения. Но, несмотря на грозный вид, подпускает он к себе достаточно близко, особенно в тех местах, где они привыкли видеть дайверов. Например, как на этом ночном дайве на сайте «Maya Tila» на Мальдивах, где акулы, скаты и мурены используют помощь дайверов с фонарями для совершенно безумной ночной охоты. Широкохвостый хвостокол или «Cow Tail Stingray» – скат с характерным хвостом, похожий на коровий. Отсюда и название. Они очень любят зарываться в песок на мелкоте. Вот этот жил у нас на Мальдивах на домашнем рифе, рядом с филами на воде. И на закуску я оставила, наверное, самого необычного представителя этого класса – ни акулу и ни ската. Акула-гитара или, правильнее, рыба-гитара – это своего рода смесь акулы и ската, хотя относятся к семейству рохливых или гитарных скатов. Акула-гитара известна своей необычной формой тела, напоминающей гитару. Рыба-гитара – ее прозвали англичане и американцы. В Австралии скат получил прозвище акула-банджо, а французы называют его морской скрипкой. Рохливые скаты являются одним из наиболее древних представителей скатов и появились в ранне-юрском периоде. Возможно, поэтому они и выглядят как нечто переходное от акулы к скату. Тело еще не такое приплюснутое, как у других скатов. У них еще не атрофировались два спинных плавника, находящихся далеко сзади, а также анальный плавник без хвостового шипа. Рыба-гитара может достигать больших размеров и предпочитает обитать в глубоких водах на песчаном дне, хотя иногда и подбирается поближе к берегу. Живут они в разных точках планеты, например, в Таиланде и на Мальдивах, но встретить ее все равно считается большой удачей. Скаты – это удивительные морские существа, которые могут быть и как миролюбивыми, так и опасными в случае угрозы. Главное правило – они никогда не нападут на человека без причины. Будьте внимательны и уважайте подводный мир, и тогда ваше знакомство с этими красивыми животными останется положительным. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Увидимся в следующем видео! Субтитры создавал DimaTorzok